ПАМЯТЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПАМЯТЬНИК ПЕТРУ I СТОИТ ПЕРЕД САМПСОНИЕВСКИМ СОБОРОМ В 1710 году здесь была освящена Сампсоневская церковь, заложенная Петром I в память Полтавской победы 1709 года. Так как 27 июня, день Преславной Виктории, по церковному календарю является днем поминовения преподобного Сампсония Странноприимца, новый храм было решено назвать его именем. Церковь была украшена образом Сампсония Странноприимца и иконой Коплуновской Божьей Матери. Стоя на коленях Богородицы, младенец Христос поднимает руку в благословении. На голове Богоматери корона, по ее щеке скользит слеза, образ Богородицы скорбящий. Эту икону участники Полтавского сражения почитали особо. В селе Коплуновка, близ Полтавы, была небольшая церковь, в которой находилась чудом обретенная икона Казанской Богоматери. Священник этой церкви и благословил по просьбе царя его войско на победу. После сражения Петр уверился, что разбить шведов помогло покровительство Богоматери, и сама икона получила название Коплуновская. Когда деревянная Сампсоневская церковь пришла в негодность, на ее месте был возведен пятикупольный храм и многоярусная колокольня. В 1909 году, во время празднования 200-летия Полтавской победы, напротив колокольни храма торжественно открыли памятник Петру I, созданный по проекту Марка Матвеевича Антокольского. На постаменте памятника были укреплены памятные доски Петру Великому «А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, жила бы только Россия». И памятник Петру I, скульптор Марк Антокольский, сооружен потомками фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметьева, сподвижника Петра Великого, в память 200-летия победы над шведами под Полтавой, 27 июня 1909 года. Борис Петрович Шереметьев, военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, граф. Участвовал в первом азовском походе Петра I, в 1702 году командовал войсками при штурме Нотебурга, в прошлом – древнерусской крепости Орешек, а в 1703 году заставил капитулировать гарнизон Нейншанца, участник Полтавского сражения. 27 июня 1909 года участники церемонии открытия памятника Петру I на Большом Самсоневском проспекте были запечатлены на фотографии. А на фасадах колокольни установили мемориальные доски с текстами обращений Петра I к русским воинам. На южной стороне – обращение перед боем. «Войны, пришел час, который должен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и Церковь. А Петре ведайте, что ему жизнь недорога, жила бы только Россия, благочестие, слава и благосостояние ее». На северной – приветствие после победы к живым. «Здравствуйте, сыны Отечества, чады мои возлюбленные! Вы не щадили живота своего и на тысячу смертей устремлялись небоязненно. Храбрые дела ваши никогда не будут забвенны у потомства». И слово к павшим на поле битвы. «Положили души свои, и кровью венчалися, и подвиги страдальческие явили. Храбрые воины!» В 1929 году памятник Петру Первому демонтировали. Но к 300-летию Петербурга он был заново отлит и установлен на прежнем месте. Субтитры создавал DimaTorzok